всем привет поехала я в свой офис который находится возле стадиона динамо и как обычно за рулем чтоб не было скучно я значит общаюсь сегодня у нас выступает мужская команда лекторов вот у нас мужчин не так много но они все на вес золота я сейчас говорю про то чем я занимаюсь уже с 18 года это тибетская медицина и многие люди привыкшие к нашей традиционной западной медицине болеют потому что им внушили что какие-то там болезни неизлечимы да так вот хочу вам сказать что это все ерунда в восточной медицине совершенно другой подход к здоровью и соответственно другие методы ну и также как следствие другие результаты поэтому кто хочет поподробнее узнать о том как быть здоровыми энергичными без применения химических аппаратов и препаратов типа лекарств обращайтесь я вам с удовольствием подскажу вот друзья смотрите недавно занимательную вещь услышала от нашего руководителя амбассадора корпорации фухов есть такая ну как бы ступенька до большинство из людей находятся на первой ступеньке это когда закрываются базовые потребности ну и покушать поспать крыша над головой все такое там одеться 95 если не больше процентов находятся на этой ступеньке да во всяком случае нашей стране на второй ступеньке как бы у человека появляются излишки дамы по средства на которые он уже может думать о чем-то другом там позволить какие-то поездки и прочее да то есть базовая потребность у него закрыты третья ступенька это власть то есть у человека есть все богатство там дом и не один ночью можно сказать уже шикует теперь ему что нужно власти признание и только на четвертой ступеньке человек достигает духовности вот я считаю что я сейчас нахожусь на четвертой ступени хотите тоже сюда обращайтесь но если более подробно о духовности поговорить это знаете во мне вот это заложено с детства потому что я училась в бассейдовской школе да где дают как мой один одноклассник сказал светское образование нас изначально с детства учили культуре поведение культуре в другом смысле мировой культуре да там зарубежная русская советская казахская музыка меньше всего кстати казахская но это связано уже с политикой да так вот мне повезло да я изначально была такая как бы духовная но есть люди у которых знаете есть все все есть до чего-то не хватает среди моих друзей много таких да они начинают тоже вот это искать в поисках чего-то чего вот им не хватает да хотела маневр сделать не получилось вот и это как раз люди которым не хватает вот этой духовности а я-то вообще выросла в оркестре корман газы вся пропитана вот этой музыкой киев да там меня баловали наши знаменитые легендарные люди такие как биби гулях медовна там и так далее текущее время 12 часов вот и значит то есть в этом плане мне конечно повезло но были моменты когда знаете есть исключения да допустим ты духовный да но у тебя не закрыты даже базовые потребности и у меня были такие моменты кстати я их благополучно все закрыла тоже могу рассказать каким образом 90-е годы я вообще осталась одна с тремя сыновьями да всякое было и на барахолке сидела продавала себе вещи чтобы прокормить детей да еще параллельно возила их с двойной пересадкой школу байситовскую да с микрорайонов на общественном транспорте и при этом все три сына у меня как бы у меня прям трио было писать я им еще дала вот это образование которое сама получила когда-то светское вот ну даже вспоминать час не хочется настоящий момент я ощущаю что значит я ни в чем не нуждаюсь как говорится куда ращу кулиг мкок тамаром ток или детей вырастила живу в доме своей мечты и власть мне не нужна потому что многие знаете что я баллотировалась депутата но не сама это не моя инициатива была меня выдвинули туда люди которые хотели чтобы я там продвигала идеи тенгрянства но это так общее название тенгрянство на самом деле это значит казах насал до стороны тарихи мурасы порвать адам был от болсангеп меня туда вот как бы выдвигали да слава богу я не прошла потому что вообще нету вот таких амбициозных целей там знаете сидеть где-то там нажимать ну там голосовать за то что уже за тебя решили да вот и сейчас когда у меня вот все вот эти потребности закрыта я могу себе позволить там поездку куда бы то ни было да там я не знаю но абсолютно полностью принадлежу себе да вот теперь я вот прям не могу да я хочу чтобы люди проснулись и и наконец-то вспомнили да я говорю про своих казахов тем были их великие предки до того как пришел к нам ислам понимаете вот это прям моя боль такая когда вижу вот эту молодежь который ходит в мечети и там им начинают на чужом языке что-то там зачесывать залечивать да они ауздар на шапсона тунда вот так да вот прям не знаю прям жанна маша чертасова с уларданку и зашел сунгла вошел сын чинем баса стесн деп кунде шарал до пойду я что там на эту тему выкладываю да и вот сегодня так обрадовалась тик-токе баллайт от еще тик-ток топор против как ты не сняк ртн карты там вида и там вот рассуждали от а боги до именно дуэлян полдом дитта вот он сам рассуждают я говорит когда прихожу в мечеть нам там что-то говорят 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 а на самом деле дать ну короче он задумался понимать и вот это кайф и я всем вам желаю да особенно буддан джастар об этом пола шанс когда задумайтесь проанализируйте до члене тарих туго хоб и генди да если нас джинна комикен ангд а вы на самом деле потомки великих тюрков и в частности казахов вот вот это я хотела сказать но и предвосхищая вопрос о том как я смогла закрыть свои базовые потребности ну так сказать разбогатеть ну как я вообще дошла до такой жизни будучи музыкантом с пенсии в 97000 тенге это с при у меня стаж семь с девятого года непрерывный да я мне это ты иди разберись а вы даже разбираться не будут просто как я вот живу так что я могу себе позволить сейчас все да вот вы не поверите но благодаря тибетской медицине да есть здесь элемент сетевого но не потому что это изначально было сетевая компания а потому что когда юфей открыл эту компанию 17 лет назад ну естественно и продавал через аптеки до эту продукцию начались подделки вы прекрасно знаете даже в этом плане китаю нет равных и тогда он решил реализовывать свою продукцию уникальнейшую заметьте через сеть где уже вот эти подделки невозможны но у нас есть партнеры которые абсолютно не строят никакие сети они просто являются потребителями они бьют сами эту продукцию делают друг другу массаж у меня есть такие есть партнеры которые заработают на москва зарабатывают на массаже я имею ввиду не простой массаж а биоэнерго массаж да это биоэнерго регуляция которая работает по меридианам с энергией ци ну я думаю многие сейчас в теме знают что такое то есть тибетской медицине совершенно другой подход здоровью если в западной медицине лечат симптомы ну лечат это сильно сказано убирают симптомы то в восточной медицине убирают причину и значит здесь человека не рассматривают на ну как значит это там окулист лор гинеколог там недель от человека на органы да здесь человек рассматривается как единый организм система меридианов да если где-то энергия ци блокируется там начинает образовываться болезнь возникает и как бы начинает развиваться болезнь и вот как раз вот этот биоэнергомассажер он работает вот с этой проблемой да он убирает вот эти блоки и соответственно организм самоисцеляется но это так я грубо говорю кстати кто хочет попробовать обращайтесь продемонстрирую и вот восемнадцатом году я случайно узнала про этот аппарат я лечила одну девочку которая по вине наших врачей оказалась в инвалидном кресле и в итоге я ее поставила на ноги это все видели в кто на меня подписан и тогда я ну как бы сначала на себе испробовал этот аппарат у меня поднялась рука которую я не могла четыре года поднять ничего мне не помогало вот тогда я сразу его купила и это было одним из лучших решений в моей жизни потому что сейчас благодаря тому что я не молчу я людям рассказываю о том что есть альтернативный способ именно лечение да тибетская медицина в частности вот этот биоэнергомассажер кардицепс благодаря тому что люди мне верят идут за мной и благодаря маркетингу корпорации фухол просто уникальнейшему да я сейчас имею все что я имею и когда мне говорят о это только ты так можешь мы так мы так не умеем глупости у каждого из вас есть родственники одноклассники соседи друзья и сейчас практически нет здоровых людей все они нуждаются 60 метров в час люди вокруг вас когда вы начнете получать этот массаж когда вы будете принимать эту продукцию заметят эти изменения сами вас будут спрашивать и вы сами не заметите как у вас выстроиться команда благодаря которой вы будете иметь во первых салаб да во вторых пассивный доход поэтому друзья кто хочет круто поменять свою жизнь обращайтесь ну и пока еду у меня уже просто стала традиция за рулем да ну знаете специально не сидишь вот это вот да там что-то не придумываешь а так между она прочим ну вот хочу пару слов сказать об этой компании чтобы вы понимали насколько это серьезная корпорация я недавно в хайнане лишний раз убедилась насколько именно корпорация фухол крутая почему корпорация потому что на сегодняшний день 92 страны имеют представительство по всему миру и значит в том числе заметьте израиль америка уже этих стран достаточно чтобы понять насколько все серьезно да вы же понимаете что для того чтобы камера а американцы 60 км в час на свой рынок китайцев это должна быть очень серьезная веская причина согласитесь более того сейчас я насколько знаю в америке уже наладили производства потому что ну китай далековато да обычно это снижайте скорость снижайте скорость а тут молчит вот да кстати у меня недавно друг в нью-йорке подписался то есть я к чему к тому что вы сидя в любом городе можете в любой из девяносто двух стран подписать человека понимаете или допустим вы что-то хотите заказать и отправить там скажем нью-йорк да вы сидя здесь в алмате например я могу сделать заказ на представительство в нью-йорке человек пойдет заберет представляете вот поэтому друзья это очень крутая корпорация основатель ее это мультимиллионер но можно даже сказать миллиардер который это сделал не ради денег и им движет действительно благие намерения он прям реально хочет излечить человечество подписать и используя скрыта тибетской медицины как бы это пафосно не звучало это факт вот и вот этот человек находится как раз таки на четвертой ступеньки до про которая говорила именно духовность то есть он уже достиг всего в этой жизни и теперь он озабочен тем чтобы лечить людей поэтому у него кардицепс который стоит вообще факт известны до 1 килограмм стоит 40 тысяч долларов представляете просто сами вот эти вот как сказать корешки грибы вот эти но ведь и даже купив за эти деньги вы же не сможете ими воспользоваться вы чё творить как суп будете чего вы с ними будете делать то есть понимаете да о чем я у нас во первых кардицепс синенсис рода синенсис это высшие грибы которые растут именно на тибете потому что кардицепса есть 300 видов и только тот который растет на тибете считается королевским который обладает мощнейшим иммуномодулятором поэтому наш кардицепс даже не сравнивайте ни с какими там тяньши там еще какими-то которые продают там в аптеках в китае да это кардицепс еще изготовлен по уникальной технологии методом крио нано дробление при температуре минус 290 градусов и компьютерной выборки то есть сначала выделяются положительные отрицательно заряженные частички вот этим всем способом о котором я давеча сказала а потом еще из них делается компьютерная выборка берутся только положительно заряженные и виде эликсира значит доходят до нас и вот есть у меня значит пример я могу даже его выложить да где одним этим пузырьком человека вернули к жизни с четвертой стадии рака вот понимаете да то есть нет ничего невозможно поэтому друзья будьте здоровы я могу долго про это рассказывать потому что очень много результатов с заболеваниями когда которых значит западной медицине говорят это неизлечимо типа бехтерев там бехтерева или там псориаз диабет и и прочие болезни у нас все неизлечимо да вот наша привычная медицина а у китайцев нет ниизлечимо от болезни понимаете все можно вылечить но я вам советую не доводить до болезни а заниматься профилактическими мерами да то есть не надо ждать когда петух жареный клюнет нужно очищать сосуды регулярно как сосуды головного мозга так и сердечно-сосудистую систему понимаете и тогда вам не грозит не инсульт не инфаркт болезни нашего как говорится века да причем заметьте они же все молодеют эти болезни уже молодежь у нас и онкологии сколько детей уже болеет сейчас да ну понятно что все это связано и с экологией в том числе да и вот это все вот когда была пандемия наши партнеры пили кардицепс и все были практически здоровы лично я вообще ни разу эту маску не надевала да ну как бы главное что у вас будет крепкий иммунитет и тогда вы не будете от каждого чиха там болеть вы и ваши дети вот поэтому я не знаю я прям пропагандирую вот этот здоровый образ жизни все это проверено на себе здесь видите никто не отменял репутационные риски я своей репутации дорожу и поэтому все мои друзья знают об этом и за мной люди пошли и благодаря этому на сегодняшний день у меня уже выстроилась большая команда я каким-то образом стала алмазом там сначала идет изумруд сапфир потом алмаз да то есть не прилагая к этому никаких специальных усилий да вот на сегодняшний день я алмаз корпорации фухо а это я вам скажу статус прощай бедность и это не так сложно сделать просто нужно делать не так как некоторые купили аппарат ничего не делают потом как ой хочу продать вы даже не пытались никому рассказать про это сами не вникли да вот я вообще таких людей не понимаю имея такой бесценный аппарат дома да еще при этом болеют да я той вообще этот вообще аппарат китайцы называют домашним доктором вот я желаю вам всем чтобы у каждого в семье был такой домашний доктор да что ж такое-то троллейбус что-то тут вот это дизелит вот ну в общем примерно вы поняли да мой посыл и когда я рассказываю об этом поверьте мне я не преследую никаких там ну типа целей разбогатеть там подписать кого-то да вы прекрасно знаете сколько у меня знакомых друзей если бы я специально поставила такую цель я бы давно уже была там бриллиантом 57 карат и амбассадором но я этим занимаюсь не ради денег честно и я просто хочу чтобы люди не пили вот эти лекарства не загоняли себя ну как бы это путь в один конец вы понимаете да да на ансо салаба тисе солдит ватор так что давайте аман булайк если что обращайтесь